Сейчас будем смотреть клещей. Малина куст у меня, желтая. Вот такого цвета листы пошли. Вот такого. Вот если вот так посмотришь, явный клещ. Вот так перевернешь. Вот при таком состоянии листа, здесь должна быть уже паутина. Это уже запущенная форма паутинного клеща. Здесь паутины нет. Но почему лист желтый? Сейчас мы это посмотрим. Хорошо у кого глазки, хорошо видят. Вот такая. Вот когда погода теплая, их можно быстрее обнаружить, потому что они шевелятся, бегают. А сейчас у нас на улице холодно, и они недвижимые. Вот если вы увидели вот так несколько штук, паутины нет, значит клещ есть. Ничего страшного. Фитоверм разведите 2 мл на литр воды и побрызгайте. Если на малине, всю малину побрызгайте. Соберите ягоды, побрызгайте. И через 2 дня можно ягоды опять употреблять в пищу. Потому что фитоверм это биологический препарат. Он не опасен для человека. Но малину-то надо спасти. Вот не вижу я клещей. Но в чем причина желтого куста? Я думаю, что это результат жары. Этот куст у меня растет в палисаднике, и я его в жару все лето, я его не поливала. Даже если я не обнаружила, и у меня есть сомнения, я разведу фитоверм и побрызгаю. Через 7 дней надо снова обрабатывать. Когда вот сильно жарко, он быстро распространяется. Буквально за несколько дней у вас малинник весь будет в паутинном клеще. Паутинный клещ поражает кабачки. Если видите, желтеют кабачки, посмотрите внимательно. Тыквы, огурцы, малина, земляника. Клеща надо обрабатывать при температуре не ниже 18 градусов. Вот смотрела видео, там показывают, что все в паутинном клеще, вся теплица. Ребята, ну как же так, а? Вы видите, листы желтеют. И он еще не просто желтеет, он как будто в такие точечки на нем. Ну посмотрите обратную сторону листа. Ну и обрабатывайте вы сразу. Что вы жалеете эти плоды? Там 10 огурцов у вас висит. И ох, отравитесь. Ничего вы не отравитесь. Снимите вы их и обработайте. Зато у вас дальше будут огурцы. А если вы кабачки или тыквы пропустите, у вас вся плантация пожелтеет, а потом попробуйте вы это все обработать. А нужно же обрабатывать и нижнюю сторону листа. А потом эти кабачки или тыквы восстановятся, наберут силу. Ну вот предположим, да, вы в теплице в своей не были в течение двух недель. И стоит жара. За две недели в теплице может клещ развиться очень сильно. Но не до такой степени, чтобы кусты вообще высохли, пожелтели и пропали. Это надо вообще все лето не заходить туда. Вы же все равно заходите, поливаете. Ну посмотрите на листики. Ну и обработать теплицу серной шашкой, когда там тля и паутинный клещ, это вообще глупость. Как же могут продавцы в магазине посоветовать такое? Это же преступление, ребята, слушайте. Это преступление. Взять, посоветовать. Если ты не знаешь в магазине продавец, так ты и не советуй. Как же можно в теплице посоветовать серной шашкой обработать? Зачем она вообще там нужна? У нас полно препаратов всяких. Вот я говорю про фитовер, но есть же препараты и другие. Это надо посмотреть. Именно против паутинного клеща. Когда смотрите инструкцию препарата, посмотрите, паутинный клещ, вот это подойдет для паутинного клеща. А если возьмешь препараты, там нету клеща. Только долгоносик, например, там тля, там еще что-то. Он для паутинного клеща не подойдет. Здесь нужны совершенно другие препараты. Паутинный клещ не боится ничего. Ни дихлофоса, ни карбофоса, ни энтовира, ни искры. Хоть вы отравите растения. Только препараты вот эти вот биологические.